Не надо быть супераналитиком или профессиональным политологом, чтобы понимать, куда движется вся сегодняшняя картинка нашей с вами жизни. Это ясно даже очень далеким от политики людям. И если при этом они ничего не говорят, это не значит, что они ничего не замечают или не делают выводов. Присмотритесь к своим соседям. Пусть не все они могут сформулировать свои мысли, но подсознательно почти все понимают, что песенка 95-й власти спета. Многие даже хронические политичные обыватели вдруг с тревогой стали задавать вопрос. А что будет дальше? Это маркер того, что все все понимают. Показательно, что этот вопрос они адресуют не таким же идолопоклонникам Г плюс Г, а как раз активному меньшинству, потому что животным чутьем понимают, за кем сила и кто может дать хоть какую-то почву под ногами в период очередных потрясений. Отвечать на это лучше кратко, по большевистской терминологии. Конец неизбежен, как и крах капитализма. Кстати, на практике все оптимистичные прогнозы коммунистов оказались совершенно противоположны. Механизмы обретения и утраты власти всегда одинаковы, за исключением дворцовых переворотов, когда власть насильственно переходит от одной группы к другой, одной и той же элиты. Формы могут быть разными, кто-то уходит сам, кто-то с почестями проигрывает досрочные выборы, сохраняя лицо, кто-то проигрывает выборы с криками и соплями, цепляясь за власть из последних сил, а кого-то выносят из дворца на руках разъяренной толпы, повезет, если живым. А сам механизм прост и всегда одинаков – утрата легитимности. Чтобы не грузить лишние терминологии, скажем проще, народ в широком смысле больше не верит правительству или правителю и перестает подчиняться. Обычно такое происходит из-за того, что власть не реализовала интересы социума и возникает дефицит доверия, недовольства, которое перерастает в разочарование. Оно множится, ширится, разгоняется заинтересованными субъектами и возникает запрос на перемены, который должен охватить большинство, хотя вслух они этого не говорят. Только при таких условиях происходит принудительная смена власти. Другого не дано. Нелегитимной власти не на кого опереться, штыков не хватит. И она проигрывает с кровью или без, но неизбежно. Реализует этот запрос активное меньшинство, силой вынося старых правителей. При этом обязательно появляется политический субъект, обретающий власть. Им может быть человек, группа, политическая партия, организация, а может быть какой-нибудь ситуативный комитет национального спасения. На вопрос обывателей «что дальше?» победившие силы отвечают что-то в духе «кровь и пот, слезы ради всеобщего блага». И бурчащее пассивное большинство, наделив кредитом доверие новых властителей, следует в фарватере новой политики, в ожидании обещанных плюшек. Эти выкладки много раз проверены в ходе кровавой и не очень кровавой борьбы за власть от древних ассирийцев до последних выборов в США. Пусть вам не замыливают глаза брехливые псевдоспециалисты, жулики-политтехнологи, теледиванные эксперты, всегда держите в голове описанные выше механизмы смены власти, и вы безошибочно увидите моменты, когда говорящие головы врут и манипулируют, внушая вам чужую пропаганду и откровенную чушь. Почему это важно? Потому что к плохой погоде надо быть подготовленным, а она надвигается. Надвигается потому, что из описанного выше механизма четко видно, что запрос на перемены вот-вот созреет, турбулентность растет, а это значит, что дальше заработают остальные элементы принудительной смены власти. Это видим не только мы. Возбудился Запоребрик, активизировались на нашем направлении США с союзниками, наш олигархат и мафиозные кланы спешно формируют новые партии и политические проекты, наиболее хитрые уже бегут с тонущего корабля. Градус откровений и неприкрытой критики от всех, кто имеет зуб на эту власть, растет ежедневно, а враги множатся каждую неделю. Их перестают бояться, а скоро перестанут и подчиняться. Соломинка может сломать спину верблюда. Попытки силового и правоохранительного давления властей на неугодных только добавят перца и ускорят процесс. Абсолютно ясно, в каком направлении течет зловонная зеленая жижа в канализацию истории. То, что вам болтают с умным лицом про какие-то там рейтинги, не ведитесь. Например, Ренат Леонидович не ориентируется ни на какие рейтинги, прекрасно зная будущую траекторию этой власти и уже активно подталкивает ее в нужном направлении. И не только он. Так что и мы должны снимать лапшу с ушей. Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может даже каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, который в 2019-м начал свой позорный поход за властью и деньгами, по указке бородатой бабушки и подельников, исключительно для решения хотелок мстительного олигарха. Они будут пытаться преследовать оппонентов, присылать силовиков, открывать дела и т.д. в духе Януковича, но это не поможет. Вся силовая обслуга власти тонко чувствует конъюнктуру и от зелени тут мало что зависит. Это будут финансово-промышленные группы, отраслевые бароны и олигархи. Они категорически не желают менять систему, движение в Европу убивает их, как закостенелое явление, уходящее своими корнями в 90-е. Украина для них всего лишь кормовая база. Власть они хотят поменять, потому что зеленая команда стала токсичной и угрожает разрушить своей убогостью кормовую базу. Это исключительно инстинкт самосохранения. Эталон их власти – поздние кучма. Они создадут множество персонажей и политпроектов, которые обмотаются в национальные флаги и будут умно и правильно рассуждать в олигархических телевизорах на эфирах олигархических журналистов. Некоторые будут кричать «скотыняки» и угрожать вилами для привлечения простого народа. Их будет легион. Они будут запутывать, выступать за все хорошее, изображать патриотов. В этой категории идут обанкротившиеся политики так называемой «старой формации» типа ЮВТ и новые проектики типа «Голос Разумков». Это будут толпы журналистов и блогеров, лидеры самомнений и записные борцы с коррупцией. Это будут мнимые националисты с их движениями. Где-то рядом болтается Арсен Борисович и остальные. Они все хитры и коварны, они обладают внушительными ресурсами и медиа. Их цель – поменять зеленую власть на более удобную для них, обладающую хоть каким-то хребтом, волей и умом для поддержания баланса интересов среди олигархов. Новая власть должна уметь складно говорить народу из телевизора, иметь хоть какой-то профессионализм и компетенцию, а интересы олигархов реализовывать более тонко и не так заметно. Такое себе дерибан и воровство, но в рамках, как при кучме, а не так бесконтрольно, как сейчас, что ведет к коллапсу всей системы. Их цель – любой ценой сохранить систему, поменяв декорации на немного более приличные. Их опора – многочисленная олигархическая обслуга, кормящаяся от схематоза. Вся эта псевдоэлита на лексусах и мерсах, с надутыми губами в песцовых шубах и фитнес-клубах, с тремя элитными квартирами и двумя земельными участками в заповедных зонах. Сплошной гламур и розовые пони, богема и шоу-бизнес, судьи и прокуроры, коррупционеры в кабинетах и жеках, в поликлиниках и на таможнях, решалы в конторах и распильщики бюджетов, откатчики и прокатчики, варьё, мошенники и кумопорешатели. Им путь в Европу интересен только наличием унитазов и курвасанов, но вот схематоз и дерибан должен быть сохранён. Они за старую систему, за то, чтобы всё оставалось как есть. Не трогайте мою кормушку. Они с удовольствием будут клеймить и разоблачать коррупционеров в верхних эшелонах, но как только вы попробуете прикоснуться к их личной уютной кормушечке, например, какой-нибудь медуниверситет, и ввести там честные правила и европейские нормы, вы увидите перекошенное лицо и крики «это другое». Также это будет пассивно-агрессивная масса большинства населения. Вечные хатоскрайники, ленивые люмпины, которые будут вопить, они все там одинаковые, какая разница. Эти хотят халявы и социализма, нулевых тарифов и бесплатный пломбир, большие зарплаты за сидение на диване. Они будут голосовать за того, кто скажет магическое слово «тарифы» и продадут родную мать за пакет гречки. Одним словом, недалекие манкурты и малоросы. Они ненавидят всех вокруг, особенно тех, кто умнее и успешнее. И у них всегда во всем будет виноват кто-то другой, но не они. Им поможет только страх, именно тогда они готовы делегировать вам власть. Но как только вы делаете им хорошо, они вас сжирают. В общем, это та масса, которую сейчас называют актуальным мемом «мудрый нарит». Просьба тапками не бросаться. В бой вступит московская агентура. Все пророссийские силы разом взятые. Но с ними и так все ясно. Эти хотят устроить тут мини-Россию и управлять Украиной как губернией, которую можно безнаказанно грабить, а денежки возить в Москву, получая благодарность местечко при дворе московского царя, как наместники. При этом настоящая жизнь у них будет в Ницце и Лондоне, где их особняки, дети и паспорт для безбедной пенсии. Они вам будут петь старые песни о главном. Деды, война, какую страну потеряли. Нас поссорили политики, приключения электроника. Нас все боялись. Гагарин в космосе. Восстановить хозяйственные связи. Русский язык. Толстой. Мальчики в трусиках. Фошисты, капиталисты, транснациональные корпорации, коварный Сорос и агенты Госдепа. Хоть их электорат постепенно тает по естественным причинам, но воду они мутят зачетно. А мутят, потому что под весь этот балаган Россия опять попытается сюда влезть. Царь, московские бояре будут раскачивать лодку изо всех сил, стравливая всех со всеми. Их задача – создать временное безвластие и хаос, чтобы вернуть нас под их крыло без потерь. Они будут рассказывать, что мы – фейл-стейт. Многие из наших верят. Опять польются тонны пропаганды про несостоятельность Украины и неспособность построить свою государственность. Объединяет эти силы только одно. Они – враги Украины. Как бы ни убеждали вас в обратном. Они – враги европейского пути. Они хотят оставить все как есть, удержать Украину в болоте русского мира, потому что им так удобно или выгодно. Многих используют в темную. Особенно молодежь. Короче, как сказал Порубий – «Буде весело». Шторм приближается. Очень важно в этих условиях не потерять фундамент под ногами, не утонуть в море бушующих страстей, лжи и пропаганды. Не верьте никому. Углубите свой окопчик, поправьте бруствер и будьте начеку. Сохраняйте принципы, убеждения, взгляды и будьте стойкими. Вас попробуют в очередной раз сбить с пантылыку, обмануть, соблазнить перспективами, подсовывая псевдосоюзников и тонны вранья, похожего на искренность. Вас и народ будут отвлекать на второстепенные вещи вроде антивакцинаторов и всякую чепуху. В шторм важно удерживать лодочку на плаву. Помните про механизмы смены власти, подвергайте критическому анализу все процессы и не ведитесь на пропаганду. Не принимайте поспешных решений и включайте голову. Поменьше эмоций и резких реакций. Именно этого ждут враги. Кого поддерживать, вы знаете. Но о своих мы и так чувствуем спинным мозгом. Прорвемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...